РОТУЙТЕ КОТИКА ПОТУШИТЕ ПОЖАР ПОДКАЖИТЕ НУМОР РОТОВАЛЬНИКИ НА СУВЕЗИ ЧАС БЕСПЕКИ ВИТАЮ ЗВАМИ И МАРТА ХУДАЛИЯ ЯК ЗАУСЮДЫ У ГТАЧАС РАЗМАВЛЯЯМ ПРА САМАЯ ГАЛУННЯ ПРА БЕСПЕКУ НАШЕЙ СУДЫЙ ПРАСТАВНИК МИНСКОГО ГРОСКОГО УПРАВЛЕННИ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ АЛЕКСАНДР ПАПКО РАСПОЧНЁМ МЫ ПРА СТАТИСТИКУ ТАК РАСПОВЯДАТЬ РАССКАЖИ, ЧТО ОТ БЛОССЕВЫЙ ЗА ТЫДЕНЬ ЯК ЗАУСЮДЫ СУДЫ СПОДЕЕМСЯ, ЧТО ПОЖАРО БЫЛО НЕ ШМАТАЛИ МНЕ ПОДАЮТСЯ, ЧТО К СОЖАЛЕНИЮ, ШМАТА Да, за прошедшую неделю произошло аж 13 пожаров и 41 прочее заграние, 2 человека погибли, 2 человека спасены По стране за неделю произошло 139 пожаров и погибли 18 человек, спасены 22 Ну и могу сказать, что произошло в нашей столице, да, подробнее 19 марта днем во Фрунинском районе по улице Каменогорская, 72, горело имущество в жилой комнате квартиры на площади 5 квадратных метров Причина происшествия – неосторожное обращение с огнем, а именно шалость сына хозяйки квартиры 2009 года рождения Вот, не уследили, не доследили 20 марта в 5.27 в квартире на улице Кабушкина, 57, произошло загорание мусора на площади 5 квадратных метров Причина загорания – неосторожное обращение с огнем при курении Ну, то есть в этой квартире, в принципе, никто не жил, да, и поэтому там якобы схолодировался различный мусор, да Но, видимо, человек пришел и решил там прикурить Жить не живо, покурить все-таки хорошо А покурить все-таки, да Ну, неизвестно, кто это, потому что хозяина квартиры как такого нет Ну, может быть, бывший владелец В этот же день, в полдевятого вечера, горел частный дом в партизанском районе на улице Бумажково И все по той же причине – неосторожное обращение с огнем при курении Виновное лицо – мужчина 67-го года рождения И, ко всему прочему, он находился в состоянии алкогольного опьянения В заводском районе этого же дня, около 8 часов вечера, при движении по улице Селицкого Загорелся легковой автомобиль «Рено» 91-го года выпуска Загорание произошло в моторном отсеке автомобиля Ну и причина банальная – короткое замыкание электропроводки 21 марта 14.27 в квартире дома по проспекту «Газеты Правда» 60, корпус 2 Горели постельные принадлежности И, как мы можем догадаться, все из-за этого злого курения Неосторожного причем Так что прошу обратить внимание еще раз Это очень страшно на самом деле Сводка просто растет, геометрические прогрессии, все из-за курения в квартирах Ну, виновное лицо, понятное дело, хозяина квартиры в этом случае 21 марта в 17.36 по номеру 112 поступило сообщение о получении ожогов человеком во Фрунинском районе По улице Харьковской 80, корпус 1 это все произошло В ходе разбирательства, значит, установлено, что в санузле двухкомнатной квартиры Произошло загорание одежды на пенсионере 46-го года рождения До прибытия подразделения МЧС работниками скорой помощи проводились реанимационные мероприятия Подстрадавший находился без сознания, с ожогами тела 50% где-то примерно Первой-второй степени, однако спасти его не удалось Причина пожара пока что уточняется, но, скорее всего, это, опять же, неосторожность при курении Да, к сожалению, у него уже спросить не можем, как это происходило, так что, ну, тем не менее 21 марта в 18.15 в советском районе на Кольцово сгорела хозяйственная постройка Причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов и устройств Такая вот сложная формулировка, даже не могу выговорить Виновный хозяин, так что тут тоже, казалось бы, Минск, да, квартиры, но, тем не менее, из-за печей тоже у нас происходят пожары Горяча, у гэта период яны макчима меньше актуальны, чем зимой, альбо на двороту не так уж Як, звичайно, надувается? Зачастую, конечно же, в холодное время года актуальна эта проблема Летом в основном никто печень не топит, но, тем не менее, она такая проблема существует Потому что я знаю по себе даже, когда приезжаешь там где-нибудь в деревню И бывают такие летние вечера холодные, что прям хочется растопить ее Прежде чем затопить, нужно, конечно же, проверить ее состояние И как там тяга есть, нету Да и вообще, пользоваться печью – это как бы искусство, я считаю Потому что многие люди вообще даже не представляют, как это Ладно, продолжим 21 марта вечером, в 9 вечера, в квартире дома на улице Гурского, 43, произошло загорание натяжного потолка в комнате Тут что-то было осенью, надо тяжко находиться Все сейчас испугались, да, все владельцы натяжного потолка Так, я взглядала Нет, это не с самого сгорания Потолок, конечно же, полностью сгорел, потому что горят они очень хорошо Предполагаемая причина – это короткое замыкание потолочного светильника Так что, да, если у вас натяжной потолок, так что обратите внимание на качество этих светильников У вас, ну, есть такие вот встроенные именно в потолок Они необслуживаемые, так что велика вероятность, если там где-то контакт плохой, допустим, над потолком То, ну, как бы хозяин может и не увидеть, что там со временем плавится проводка или сам светильник этот Соправда, часом таки отбывается здоровение, что просто уявить, сдавалось бы не махтшимым, а вот, оказывается Ну, а дальше, что там за хосподарами дома? Все доброе? Все хорошо, да, пострадавших нету, но, тем не менее, потолок придется поменять вместе со светильниками Ну, не самое страшное Не самое страшное, согласен 23 марта около... я постоянно говорю марта сразу Ну, это у всех так, наверное, да, с товаром из марта? Звеликой ритры можно писать так Да, но тут с маленькой 23 марта около часа ночи возле дома номер 10 по Текотского Горелый легковой автомобиль Шкода Суперб 2009 года выпуска Относительно, ну, такой еще молодой, можно сказать Помимо сгоревшего моторного отсека Шкоды, также были повреждены и пластиковые элементы кузова Задние фары у рядом стоящего мини-купера Ну, предполагается, тут либо короткое замкание, либо поджог, пока что еще непонятно Но, тем не менее, опасность расположения близко, да, припаркованных автомобилей Тоже этот пример может нас как-то смотивировать, чтобы мы ставили чуть подальше от соседних машин Ну, я понимаю, что в минских дворах это невозможно Но, тем не менее, нужно всегда обращать внимание на то, где стоит автомобиль Чтобы это не было какое-то шаткое строение Это не надо близко ставить к соседней машине Ну, и, конечно же, проезды, чтобы были свободные То есть я одразу узгадала, ранится очень рано, когда выхожу из дома, так, там, шесть годин Вот это автояки, а может, что одно за одним стоять, так, или поздний вечер, когда все приехали до дома И вот этот последний человек должен первый проснуться и уехать, чтобы все остальные здесь машин тоже покинули двор Да, есть такая проблема, к сожалению Но, ладно, пускай они стоят, но, тем не менее, нужен такой довольно-таки большой проезд для пожарной техники И это надо учитывать Скорая пожарная, должны проехать как-никак Все-таки это безопасность жильцов этого дома, этого подъезда Ну, и, конечно, ты, кто ставит свои стаги-то ауто, потому что никто не ведет, кому и коли может потребиться там худкая атака или ротовальники Все правильно В Западском районе в этот же день около 9 вечера на площади Ванеева произошло ДТП Легковой автомобиль 95-го года Рено столкнулся с троллейбусом 41-го маршрута и легковым автомобилем Chevrolet Cruze Пассажиры троллейбуса не пострадали, чего не скажешь про пассажиров Рено Парень 2001-го года рождения получил закрытый перелом левой ноги Девушка 2004-го года рождения была госпитализирована в учреждении здравоохранения с переломом правого плеча и ЧМТ средней степени Водителя же Рено спасателям пришлось буквально вырезать из автомобиля После деблокировки его госпитализировали тоже с закрытой травмой грудной клетки и ЧМТ средней тяжести И такой случай бывает, тоже надо быть всегда осторожными за рулем Потому что транспорт все-таки это повышенный риск своему здоровью, как-никак 24 марта во Фрунинском районе на Пушкино 7 в половину шестого утра Из балкона на пятом этаже выбивались языки пламени Огонь в квартиру не проник, к счастью И причина пожара, как мы можем догадаться, это неосторожное обращение с огнем при курении Только в этом случае именно хозяин, это не залетевший окурок сверху Это именно хозяин, видимо, покурил и не затушил окурок Где-то происходило тление, возможно, продолжительное время Ну а под утро разгорелся огонь Самого же хозяина спасатели застали спящим на диване Он спал себе мирно Вызвали суседей, то есть так Да, вызвали очевидцы Он даже не подозревал, что у него горит балкон Балкон сгорел и он, к счастью, не пострадал 24 марта, также в полдень, спасателям пришло сообщение поступило О задымлении в доме по улице Куйбышева, 69 Прибывшие работники МЧС установили, что в мусороприемной камере Десятиэтажке, горел мусор Там же в мусоре спасатели обнаружили обгоревший труп мужчины Личность его устанавливается пока Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем или же поджога Пока еще непонятно И сегодня в пятом часу утра в Ленинском районе на улице Шпилевского, 55 Может кто-то там рядом живет Был разбужен сиренами пожарной техники Там, значит, происходило открытое горение квартиры на третьем этаже Работники МЧС из квартиры спасли ее хозяина А со смежных квартир эвакуировали трех человек Причина пожара пока что устанавливается Рассматривается версия, опять же, неосторожного обращения с огнем При курении хозяином квартиры Ну или нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования То есть, ну, короткое замыкание Саша, мне подалось, кстати, с оправдой на этот раз Здоровье не уникнет больше, потому что я всегда гляжу, мы размоляем, размоляем, размоляем Альбог это так для меня час Да, много времени, ну, у нас же все-таки время безопасности, да? Час в беспеки, но... Ну, и саправды, шмат мне подается И поэтому нужно видеть, знать, что очень много происходит у нас происшествий Особенно пожаров И, как мы видим, все банально Или это короткое замыкание, или это курение Ну, это основные причины Что тут до сей, беражите себе Так, а мы вернемся праздник раких велины И, дарача, чекая нас гульнячка и подарунок от Минска городского правления МНС Алия про всё, подробясь не крыху позднее Протягивается наш час безпеки У Мартх далее из вами у нас в гостях Простовник Минского городского управления Министерства по надзвычайных ситуациях Александр Папко И я вам скажу так Саша, всё як не прыдя Хотя бы ранее расповедал мне задание А сегодня сказал мне Не скажу, всё доведаешься под час Всё потому, что оно, как всегда, лёгкое, Марта Я сказал, всё да лёгкое И как всегда я не могу ничего отгадать Я, конечно, могу тебе задать Но не знаю, отгадаешь ты или нет Ну, давай, и сейчас и для тебя, и для всех слушателей Я загадаю свою загадку Можно так назвать На которую должны чуть позже дать ответ И слушаем внимательно Значит, речь идёт о картине На этой картине изображено опасное стихийное бедствие Которое повторяется каждой весной Так Я думаю, что уже многие начали догадываться Я догадалась, он не подоится Да И есть очень такая известная картина Наших, можно сказать, отечественных авторов Так что давайте спросим у наших слушателей Что это за картина, как она называется Табок, автора можно не называть Назва картины, так? Если я скажу автора, это будет прям, ну, прям очень быстро Ну, просто интересно Может, кто-то и так догадается Потому что, ну, я спросил вот своих коллег на работе Все прям сразу в один голос Я знаю только одну картину И она называется вот так А написал её вот этот человек Блин, сильно Табок, картина, на ей Что сти такое намалевано? Что отбывается в усюх этой прикладной пиреет? Каждая весной, да Какое-то вот опасное стихийное бедствие Так, ну что Нагадаем, куда я досылать отказ Досылать отказы требуется полку ВКонтакте Радио Столицы Находьте раздел поведомлений И дарычи той, кто перше правильно откажет на пытание Трамая подарунок от Минского городского управления Министерства по надзвучайных ситуациях Что у нас там будет, Саш? Так Это никак не связано с этим вопросом, наверное Но, тем не менее, подарок будет хороший Табок, назву картины чакаем, так? Картина, да Название картины можно еще автора Это будет очень хорошо Чакаем от вас отказы А мы протягиваем Размову И Расповедай, калі ласка Что там отбывается у нас Дарыч, я веду, что в этот час Вельми-вельми такое пытание стоит в острове Ещё одно, расповедай я кое И в совести зиму, про что б хотелось поразмовляться Ну, хотелось бы, конечно, поговорить об опасных стихийных бедствиях Которые происходят весной Это Это паводки Напомню, ты их тут догадался Так нас вы догадались, о чём мы усмехаемся Не тому, что это такое весёлое здоровье Это совсем не весёлое Потому что, ну, действительно Это, может быть, не несёт таких прям стихийных бедствий Ну, стихийного характера у нас в Минске Но, тем не менее, где-то на окраине Где, не знаю, деревни Где расположены прям у рек или тому подобное Очень часто сталкиваются с этим И даже под Минском, я знаю, там у своих знакомых Все дачи плывут И невозможно туда подъехать и тому подобное А тем не менее, на дачах и проживают люди Проживают, в основном, это какие-то престарелые люди Едут туда и прям живут там И поэтому несколько рекомендаций хотелось бы дать Для таких людей Потому что, возможно, не подъедешь туда к ним как-то оперативно И они не могут выехать и выйти И поэтому нужно всегда вот следить за информацией По радио, телевидению или там интернете О состоянии рек, там, может, какие-то выходят из берегов и тому подобное Конечно же, какие-то ценные вещи, мебель Нужно переносить на верхние этажи, там, на чердак, допустим Но, тем не менее, нужно помнить, что чердак захламлять Как бы нежелательно по пожарной безопасности горючими материалами Конечно же, подготовить нужно деньги, одежду, продукты, питание Какие-то лекарства Потому что, возможно, где-то там несколько дней придется не выезжать Из той же дачи или там из дома в деревне Ну и, конечно же, такой, я думаю, все знают этот совет Надо завернуть, конечно, в непромокаемый пакет Все документы и деньги, которые могут, ну, намочиться и, конечно же, пропасть Ну и, тем не менее, если вы, допустим, не проживаете на даче, да Приезжаете только, ну, там, шашлыки пожарить, да, там, весной, допустим Или зимой, летом, без разницы В этот период времени, да, вот весной, когда паводки Нужно всегда помнить, что, возможно, может случиться какая-то беда с вашим участком Поэтому нужно обязательно обесточить желательно И отключить газ, там, воду, чтобы не было никаких аварий Ну и, конечно, лучше туда не соваться Потому что можно банально просто застрять на автомобиле Так что нужно переждать это время С основной рекомендации, так, спадеюся, что занятовали И, вось, тут я просто бачу шмат-шмат отказу И все называют непосредственно, так бы, мовить, вось ту изъяву, какая отбывается у гэта час Давайте я еще раз скажу, что мы называем не ту изъяву, какая отбывается у гэта час, так А картину, так, связанную вось с гэта изъявой Ну, картина вообще, она, ну, почти так и называется, так что Так, ну, все равно давайте так борщ докладно отказы, потому что, ну, покурщися нам тяжко Вот так, залечить отказы В раз в некольких хвилин вернемся и будем подводить выники Час без беги Стоп, ухудня, мы каждому худенько подводим выники, потому что варианты шмат, а ли правильных литерально пара Саша, нахадай пытанье и давай от разводка скажем Так, ну вопрос был о картине, как называлась картина, на которой изображено стихийное бедствие, именно весеннее, которое каждую весну повторяется И эта картина называется «Весна, большая вода» и ее автор это Исаак Левитан Виншуем наших переможцев, ну а доклад не одного переможца, но самое справе с серотрозных вариантов правильным был только у Сергея Сергей, дякую вам за гульню, подарунок вы отрымливаете от Минска городского управления МНС Что у нас там? Не тушите, конечно Так, ну подчас паводка, я докладно не допоможу Но тем не менее, домам всегда пригодится, или в автомобиле Виншуем вас, после развяжемся, расповедем, как забрать Ну и у нас неколькие застоят со хвилин Саша, расповяди, калиласка, мероприемство, я веду, будет важное? Да, у нас будет 31 марта такой большой концерт, мероприятие в ДК МАЗ 31 марта в 10.00 Как бы целевая аудитория, это более взрослое поколение Но приглашаем не только их, приглашаем всех слушателей, кто свободен в этот час и в эту минуту В 10.00 приходите, будет кроме концерта, будет концерт, оркестр, песни, развлекательная программа Конечно же, будут какие-то мероприятия, точки активации, где можно вспомнить правила безопасности, получить призы и вообще сделать классные фотографии Дякую, Саша, за то, что распавел, дякую, за то, что пришел Занатовывайте, поважанное спрадарство, не забывайте, так, и, калиласка, будьте осторожны Нагадаю, что сегодня у нас в гостях был представник МГУ МНС Александр Папко У студии была Марта Худалей, всем до встречи